Витаю у всех лядащих и подписанных в СССР канал Сейчас, я Олана Квырак и рада витать у нас в стриме Геннадий Гудков, русский опозитивный политик, полковник ФСБ, представьте. Геннадий Владимирович, приветствую вас. Да, Алёна, я также рад видеть вас и, конечно, всех тех, кто с нами сегодня в эфире. Начнем наш сегодняшний разговор с разрушителей 2023 года по версии американского издания «Политика». Значит, в рейтинге самых влиятельных людей она назвала главу Центробанка России Набиулину «разрушителем года». О чем пишет издание? Что Набиулина является лучшим технократом, который поддерживает боевую машину Путина. И, мол, та ястребиная монетарная политика, которую она проводит, неоднократно спасала рубль и держала экономику страны на плаву. И, собственно говоря, благодаря этому путинский банкир сумел предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, которые должны были истощить фактически Путина, истощить казну Кремля, те средства, которые шли на финансирование войны с Украиной. Вы согласны с такой оценкой, что именно благодаря действиям Набиулина они были неэффективны? Не согласен. Я не являюсь там ни банкиром, ни экономистом, хотя, конечно, в бизнесе работал достаточно долго и понимаю, как он работает. Создавал в свое время компанию, которая была в своей отрасли лучшей в России много лет. Не в этом дело. Дело в том, что, когда я читал анализы, аналитику ученых известных, экономистов, они всегда говорили, что санкции не дадут того эффекта, которого от них Запад ожидает. В России очень большие резервы, в России очень большие ресурсы. Иноземцев считал эти все цифры, факты, и там Дмитрий Некрасов, и Андрей Нечаев, кто только не давал таких заключений. Сергей Гуриев там. Они показывали на цифрах, на пальцах, что ресурсы России очень большие, накопленные. Эти ресурсы позволяют Путину воевать годы. И если мы говорим исключительно о финансовой стороне вопросов, то эти же ученые много раз говорили, что все эти ожидания за вышедшие санкции, это штука долгосрочная. Она работает там в течение каких-то лет. Безусловно, санкции бьют по экономике. Но это не означает, что Путин остается без денег. И поэтому я не верю ни в какую там гениальность Напиулиной. Извините меня. Я вижу, что творится с рублем, я вижу, что творится вообще с экономикой. Но вот надо понимать, что эта общая ресурсная прочность России, она и помогает Путину сегодня в противостоянии к западным санкциям. Не только им. Поэтому, наверное, я думаю, что больше, например, сыграл свою роль вопрос разворота экономики на Восток. Путину это удалось сделать, несмотря на все сложности и трудности. Я бы даже не сказал, что это совсем на Восток, потому что это и по всему миру. Но все-таки вот удалось. Удалось, как бы, так сказать. А сейчас мы видим, что к покупкам нефти и газа потихонечку-тихонечку возвращается ряд, в том числе и демократических стран, стран демократических коалиций. Поэтому, когда вы говорите, что там на Биулина... Это издание политики, ее разрушителем года называют. Ну, вот разрушитель, да, потому что от рубля ничего не осталось. Хотя, конечно, не она разрушительна. Она всего лишь инструмент. А понятно, что разрушителем является Владимир Путин, который разрушил Россию, ее экономику, перспективы, будущее. И разрушил жизнь десятков, сотен и миллионов людей. Вот разрушитель главный год, конечно, Владимир Путин. Почему на Биулина там в разрушителях оказалась, не знаю. Мне это сложно представить. Не очень, я думаю, что от Аннабиулина так много зависит, поверьте мне. Каков экономический прогноз, по вашему мнению, на 2024 год? Экономический прогноз чего? Ну, в целом, что будет с экономикой России? Она демонстрирует рост. Но это рост специфический. Это рост того, что нельзя съесть, того, что нельзя потребить, того, что нельзя использовать для жизненных стандартных населения. ВВП растет, но он растет за счет той продукции, которая уничтожается. То есть, рост есть, но намазать его на бутерброд нельзя. Безработицы нет. Абсолютно никакой. Наоборот, есть страшный дефицит газов. Темп падения, вернее, процент безработицы, я не знаю, был ли такой когда-либо в современной истории России или нет, но он очень низкий. И я думаю, что он бы вообще исчез, если бы люди, многие хотели бы пойти на работу, а не стать на бирже. То есть, внешне это выглядит более-менее. Внутренне понятно, что это все-таки ВВП военный, полностью милитаризированная экономика. Идут серьезные сбои по самым важным аспектам жизни населения России. Ну, такие как медицина, образование, социальная политика. Это все в загоне. Культура. То есть, страна свихнулась на милитаризм. Но милитаризм дает ей такой временный рост. Поскольку все для фронта, все для победы. Это опять, как бы, так сказать, такой лозунг в ходу. Огромное количество предприятий сейчас, промышленных предприятий, производящих продукцию, получили огромное количество заказов. Ведь не только там важно произвести орудие, да, само там какой-то ствол, система наведения и так далее. А это же раскрутка металлургии, химии, транспортных отраслей и так далее, и тому подобное. То есть, все производится сейчас в большом количестве, которое не производилось ранее. Обеспечение там армии и так далее, всякой амуницией. То есть, загружены сейчас все предприятия производственного цикла. Но это не производственное развитие экономики. Это однобокое. Это будет проявляться в постоянных техногенных, технологических катастрофах. В снижении уровня жизни, в ухудшении качества этой жизни. В болезнях, в смерти, в досрочных, так сказать, там, уходах из жизни по каким-то болезням. То есть, это будет нарастать, с другой стороны будет нарастать такая диспропорция между тем, что на оборонном предприятии, и что есть везде и вокруг. Будет поражена городская структура, транспортная инфраструктура. Это все придет со временем. И это будет накапливаться. Это совершенно очевидно и понятно. И, конечно, отток квалифицированной рабочей силы, который произошел, кстати говоря, массово произошел после начала принудительной мобилизации, он тоже подорвал часть секторов российской экономики. Потому что уехали просто специалисты. Но им, правда, создали дискриминационные условия везде. И многие из них, к сожалению, возвращаются. Но это уже, как говорится, издержки непонимания, что надо делать в борьбе с Путиным. В том числе и западные коалиции, в том числе и, к сожалению, со стороны ряда, так сказать, политических структур Украины. Но в целом вот этот отток рабочей квалифицированной силы, специалистов, айтишников и так далее, он сильно ударил по экономике России в конце 22-го года. И сказывается до сих пор. То есть мы, конечно, не видим там больших серьезных перспектив. Россия оттесняется на бочину. Но за счет ресурсной базы она продолжает накапливать и получать деньги. И этих денег хватает и на войну. Этих денег хватает на поддержание режима. Огромные деньги тратятся на силовиков, на репрессивную машину. И, конечно, как вы знаете, цифры чудовищные по военному бюджету. Он сейчас превысил 100 миллиардов долларов по году. Это очень большая цифра. Даже несмотря на традиционное российское воровство и всякие прочие непрофессионализмы и воровства, но все равно это большая цифра. Никогда такой цифры не было. Это означает, что у Путина еще есть силы. И нужна коалиция, которая... Даже не коалиция. Нужно объединение усилий всех-всех-всех-всех во всех направлениях, чтобы его победить. Чего, к сожалению, пока мы не видим. Ну, Путин объединяет свои усилия с диктаторскими режимами. Мы это с вами неоднократно обсуждали. То, что КНДР вывел спутник-шпион. Это тоже благодаря Путину? Благодаря продажам, китайских технологий? Я думаю, что передача ракетных технологий идет и Ирану, и Северной Кореи. Остановить этот процесс очень сложно. Китай в этом тоже заинтересован? Ведь Китай был мог остановить этот процесс. Я бы не сказал, что Китай заинтересован. Но Китай, в общем-то, глубоко в это не вмешивается. Я бы так сказал. Что, конечно, он не заинтересован нагнетанием этой военной истерии. Понятно, что Северная Корея и Китай держат в качестве цепного пса, которого можно легко натравить на любого соседа. Но он не хочет, как бы так сказать, втягиваться, как главный участник вот этого конфликта, до такой степени втягиваться в войну. У него свои проблемы, у него свои задачи. У него там нарастающий кризис в экономике и так далее и тому подобное. Там много чего у Китая есть, того, чего они не хотели бы, чтобы у них происходило. Вот, поэтому идет, наверняка идет экспорт технологий в обмен на оружие, в обмен на поддержку. Я думаю, что там и Иран сидит в этом пакете, и Северная Корея сидит в этом пакете. Это вот те две страны, которые всем угрожают. И готовы, так сказать, развязать войну, в том числе ядерную, мировую. У них просто ресурсов не хватает для этого. Но дерьма они производят очень много для всего мира. Вот, поэтому такая вот ситуация. Я хотел, губерман опять, не могу без его цитаты, когда он написал, что пришел я к горестному мнению, на протяжении многих лет вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет. Вот, к сожалению, это наблюдается сейчас. Потому что гораздо более сплоченно действуют диктаторы, кровавые упыры, тираны и так далее, нежели демократический лагерь. Вот эта проблема существует. Поэтому сволочь объединяется. Да, тут даже никаких сомнений нет. И эта сволочь объединяется на предмет выживания и отомщения всему миру за свои страхи. Страхи потери власти и все, что с ним связано. Возвращаясь к России, чеченские власти сообщили о том, что 16-летнему сыну главы республики Рамзана Кадырова Адаму Кадырову доверено, цитата, важное направление. Отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ, батальон имени шейха Мансура. В свое время Кадыров даже с упоминанием шейха Мансура боролся, чтобы нигде на табличках не было. Потом он создал такой же батальон, который, собственно говоря, с таким названием, чеченский батальон, который встает в жесткая позиция к кремлевскому режиму и даже поддерживал вооруженные силы Украины. Тем не менее, Кадыров создает аналогичный батальон, да еще этот батальон возглавляет его 16-летний сын теперь уже. Что это такое? Ну, это подготовка к развалу России, я думаю, что это подготовка к готовности Чечни выйти из состава России, когда она начнет, так сказать, бурлить, кипеть и взрываться. Но это не Пригожин-2, это не проект Пригожин-2? Нет, нет, Пригожин это был цветной пёс Путина, который, так сказать, там стал кусаться, вдруг взбесившись. А Кадыров это человек, который понимает, что он, конечно, зависим от Путина, надо понимать, он, конечно, зависим от Путина, ну и Путина зависим от него. У них взаимная зависимость. И поэтому Кадыров не то, что он мальчик для битья, а он фигура, он игрок. И поэтому он понимает, что сейчас что-то может произойти с Россией в любой момент, и с чем он останется, его же убьют. Его физически убьют. И поэтому, понимаете, он действует, это глумление над Конституцией, какой-то пацан из губернаторской семьи командует батальонами. Вы можете представить такую ситуацию, где-нибудь там, предположим, в каком-нибудь Новосибирске, в Омске, в Томске, там, или где-нибудь в Екатеринбурге? Это нереальная ситуация, да? Но он лидер ещё и по орденам, которые получили. Ну, и там хоть сколько угодно. То есть, понимаете, что происходит? За бюджетные деньги федерального центра губернатор приврал к рукам вооружённые силы, получает на это деньги, да ещё совершенно сойдя с ума, начинает выставлять везде своих детишек, племянников, там, дочерей, сестёр и прочее, прочее, на все государственные должности. Вы просто представьте, что такое бы делал, ну, скажем, да даже мэр Москвы. Вот просто представьте, чтобы было. Вот, или там любой другой губернатор, ну, любой самый, там, на Нижнем Новгороде, губернатор Нижнего Новгорода завёл бы батальон и стал бы им и командовать, своих сыновей бы, там, дочерей, любовниц бы он оставил на все эти должности, при этом, так сказать, там, с федерального центра, по большому счёту, ничего бы не мог делать, без него бы на территории Нижегородской области. Вот представьте такую ситуацию. Её невозможно представить. То есть, это особый случай, который ведёт к развалу России, собственно говоря. Вот всё, что делает там сейчас, в котором он показывает, что России в Чечне нет. Россия платит оброк ему, да, а он на эту дань делает всё, что хочет. Без всякой оглядки на федеральный центр. Но надо, для политеза нужно дрожащим голосом позвать Путина в Чечню, пусть приезжает отец родной, а то меня там старейшины все ругают, что ты у нас давно не был. Но это всё, это хитрый ход, заодно и убедиться, настоящий ли Путин, настоящий. А Кадыров определит, настоящий или не настоящий? Ну, конечно, да, да, ну, конечно. Потому что Рамзан Кадырова и Владимир Путин связывает не только там взаимное соглашение. Ты мне Кавказ, а я тебе деньги. Вот. Там много чего связывает. И я когда слышал, что там говорит, допустим, Ахмед Закайев, что там была достигнута Чечни договоренность об устранении Борис Немцовы и от других оппозиционеров, я, к сожалению, вынужден в это верить, потому что много раз я слышал от всяких разговоров, очень высокопоставленных и прочих информированных источников о роли Золотова, того же в этом вопросе. на самом деле это не трёхло. У меня была возможность такую информацию слышать от людей весьма-весьма информированных. Вот. Поэтому вот такая ситуация в Чечне говорит о том, что Россия может начать разваливаться в случае какой-то такой большой смуты. Наверное, Кадыров как человек с обострённым чувством опасности, с такой вот чуйкой на выживание, он это на интуитивном уровне, видимо, у него это происходит, и он понимает, что надо укреплять власть и надо как-то обставлять своими людьми даже. Ну что там 16-летний пацан, ну не смешите мои тапочки, как говорится. Ну что он может там, какой-нибудь батальон может курировать. Ну ладно, ребят, ну прекратите всё это. Бывают, конечно, гениальные полководцы, но всё-таки они бывают там раз в тысячелетии или там раз в несколько столетий. И там гениальность не пахнет от этого пацана, когда он там начинает избивать беззащитного заключённого, да ещё снимает всё на камеру, да ещё выкладывает всё все. Ну что можно сказать об этом? То есть просто, так сказать, бандитское поведение, выставляемое на показ. И этим он ещё и гордится. Ну какой уж он гениальный. Обычная шпана. Вот. Поэтому всё это вот говорит о том, что Россия непонятно, что строит. Система наместников. Это в лучшем случае. Ну вот вы говорите дрожащим голосом, да, Кадыров тогда сказал Путину, приезжай в Чечню. Некоторые политтехнологи это рассматривают как, ну, своего рода, чтобы Кадыров почувствовал своё влияние. Он фактически таким предложением на растяжку Путина ставит. либо Путин приезжает, тогда он слушает Кадырова. Ну, так вот это выглядит в глазах общественности. Если Путин игнорирует, ну, соответственно, тогда это уже намёк на то, что власть его в Чечне потеряна. Как вы относитесь к такой ассанции? Я бы так вот под таким углом не рассматривал. Обычное лизоблёдство российских губернаторов, а приезжайте, Владимир Владимирович, наш народ вас так ждёт, так любит. Приезжайте в Нижний Новгород, приезжайте в Екатеринбург, приезжайте в Новосибирск, приезжайте хоть куда, хоть в Коми, Перменский национальный округ. Вот. Только приезжайте. Потому что для губернатора это важно, чтобы приехал вождь по голове, по головке, все увидели, какой он крутой, каким он пользуется, какую поддержку он пользуется в Кремле, и ещё больше бы его боялись в своём регионе. Вот. Поэтому, ну и может быть что-то он привезёт, какие-то коврижки что-то подарит, какой-то центр откроет, какие-то денежки там бросит. То есть это обычная российская губернаторская паперка. Встал на паперти и просил «Ну, пожалуйста, ну ради Бога подай на пропитание нашему региону». И так далее. Это обычное нищенство российское. и лизоблюдство. Я тут как раз не увидел ничего такого, что это вызов, но не приедет, смотри. Такого не было. И действительно, если бы там Путин приехал, я думаю, что там, когда рыбу устроил, ему действительно было окружительную встречу с огромным количеством всяких комплиментов и восхвалений, и там падение ниц, лизание сапог и пяток, все бы это было, для него важно там продемонстрировать, что поддержка-то есть. Для Кадырова важно продемонстрировать, что он такой единственный, которого Путин поддерживает здесь, в Чечне. И нет никаких конкурентов, ни альтернатив, ничего. Вот. Ну и заодно, как там утверждает тот же Акмед Загаев, вспомнить, как они там что-то планировали в одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом годах. Угибали люди. Поэтому, мне кажется, что здесь обычное вот это российское эти напочитания проявилось, а то, что у него голос рожал, вообще что-то в последнее время очень плохо говорит. Я не знаю, там он считает себя наверное великим оратором, но вообще бы с ним хотя бы там учителям каким-то по устной речи немножко позаниматься хотя бы чуть-чуть. Хотя бы что-то дон-дон у него устранить вот этот, даже уже Путин он все дон-донами говорит. Ну куда там? Невозможно слышать такую речь от человека, который называется главой региона. Один из недавних визитов Путина был на саммиту ДКБ в Минск и многие обратили внимание на то, что встреча с Лукашенко максимально короткая была. Ранее за закрытыми дверями они могли проводить час-два вот эти вот переговоры с глазу на глаз. Сейчас это было очень в таком формате, укороченного времени, как считаете, с чем связано? Никогда не задумывался, даже не знал, что у них такая укороченная встреча, ну в смысле знал, что встречаются, не обратил внимания на короткое время. Но, видимо, они все уже обсудили, говорить не о чем. Лукашенко сдал Беларусь, является вассалом, а что там, говорит, какие у них там проблемы. Втянуть Путин войну его не смог, как мы видим, к счастью. Вот, может, несчастье, не знаю уж, несчастье для беларусского народа, наверное, то, что, скорее всего, он бы восстал против этого. И могли бы там получить серьезнейшую проблему, угрозы свержения Лукашенко вообще всего режима. Но, будем считать, что к счастью, конечно, потому что война всегда плохо. я думаю, что там просто повестка исчерпана. Особых надежды Путина на Лукашенко нет. Лукашенко понимает, что, в общем-то, отношения и баланс вот этих вот решений, он установлен. То есть, какая-то понимание, что мы делаем и чего мы не делаем. Поэтому, может быть, поэтому. Не знаю. Если по-честному, то не знаю, почему. Еще одна интересная тема. они еще в начале года политтехнологи говорили, что если действительно Путин будет идти на и не будут отменены президентские выборы 2024 года, одну из тем, которая будет такая чуть ли не красная линия, традиционные семейные ценности, культура и так далее. Мы видим, что в публичных уступлениях он все чаще и чаще обращается к этой теме. В чем смысл? Отвлечь от войны? Ну, у него вообще смысл всегда врать народу, играть на этих всяких низменных чувствах, на даже подсознательных инстинктах. В этом Путин, к сожалению, проявил себя достаточно с сильной стороны. Поэтому сейчас им говорить не о чем. Им не о чем, в общем-то, говорить. Каких-то радостных успехов нет, новостей нет. Только нагнетание ситуации. Вот смотрите, мы одни держимся, стоим, нас хотят уничтожить. Весь запад наводним Украину оружием. Они давно бы напали, если бы мы не напали первыми. То есть, по большому счету, вот эта шарманка, которую они крутят каждый день, она сильно не отличается в вариантах. Но можно добавить семейные ценности. Какие нахрен семейные ценности в России? Половина семейные ценности разрушилась, в том числе из-за войны. Поэтому смотрите на улицу, какие войны, на уничтожение превращается любая дорожно-транспортная ситуация, дорога, накоплен гигантский, потенциал агрессии и злобы. Она выплескивается по любому поводу. Поэтому говорить особо нечего, поэтому они будут говорить, что они являются держателями каких-то непонятных духовных скриптов. Наверное, фашистских семян, которые, и нацистские, которые они рассеяли по всей России. А что они еще могут говорить? Я пока не понимаю. В экономике успехов нет, в науке успехов нет, в космосе успехов нет, в финансах мы видим, что с рублем все больше и больше превращается в фантик. Это еще, как говорится, и еще не вечер. Я думаю, что вечер наступит после выборов, когда рубль покатится вниз очень быстро. Особо успехов, на фронте успехов нет. Какие-то там завоевания и прочее, и прочее, как раньше там завоеватели древнего там клали к ногам ликующего народа какие-то ключи от каких-то городов и стран, такого нет. А вот по большому счету, в общем-то, радоваться-то особо нечему, но как-то надо вести эту кампанию. А так как народ оболванен, надурачен или полностью подавлен вот огромные агрессивные машины, ну, они вот будут что-то сейчас придумывать, какие-то нарративы на этой избирательной кампании. Собственно говоря, и все. Просто на самом деле народ России сейчас ждет, чем все это кончится. У них такое ожидание, когда же это, этот капец, чем кончится. Вот это вот такое тревожное ожидание, оно в каждом, в головах каждого практически, что чем же это все кончится. Понимания пока у многих нет, к чему все это ведет. Ожидание, что должно что это все чем-то кончится, оно вот существует. Если нет вопросов, ответов на ключевые вопросы вы перечислили, собственно говоря, значит, можно сказать, что и прямой линии, которая на средину декабря запланирована, тоже не будет. Ну, почему? Прямые линии это спектакли. Но тоже будет Путин говорить о ЛГБТ час с журналистами? Будет говорить о ЛГБТ, а будет говорить о коварной Украине, о кузне Запада, значит, и прочее, о том, что там наши друзья теперь во всем мире понимали, что мы правы, будет обращаться там, апеллировать к Китаю и так далее. Поэтому всегда можно срежиссировать любой спектакль, есть однеограниченный ресурс и полная свобода действий и полный контроль над медиа. Ну, что хочешь делать? Ниже проблем. Вот к этому Путин долго шел, подняв все под себя. Теперь он может делать все, что угодно. Но то население, которое ему внимают, хорошо, а то, которое не внимает, там, пожалуйста, гигантские репрессивные машины. Чего ты сказал, не кто сделал, тебе в 6 утра или там 5 утра придут с опуском и с арестом. Так живет сейчас российский народ. Любое проявление недовольства может вылиться в твой последний день на свободе. Репрессии действительно усиливаются, об этом неоднократно мы говорили. Ну, что ж, будем следить за развитием событий. Геннадий Владимирович, благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Взаимно. Спасибо. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok